И закрывая блок процедурных вопросов, самое важное, самое главное для города, я хотел бы объяснить уже в конце. В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что уважаемая президентская политическая сила, БПП «Солидарность» приняла решение обнародовать меморандум об объединении в городском совете на основе большинства, на основании меморандума, который они предложат. Я, как городской голова, никогда не кладу камень в протянутую руку. Это очень важная политическая инициатива. Я очень благодарен своим коллегам и я передаю слово Камилю Юрьевичу Примакову. Спасибо. Добрый день, уважаемые депутаты. Добрый день, уважаемый Борис Альбертович. Фракция блока Петра Порошенко «Солидарность» выступает с инициативой подписания соглашения о совместной деятельности демократических сил в Днепропетровском городском совете. Мы предлагаем отбросить все политические амбиции и популизм и подписать меморандум о сотрудничестве между всеми демократическими фракциями, а также призываем всех депутатов, которые разделяют демократические ценности, присоединиться к данному соглашению и поставить свою подпись. Подобный меморандум уже был предложен блоком Петра Порошенко в областном совете и объединил вокруг себя все демократические силы. Главные приоритеты деятельности данного меморандума в городском совете – противодействие коррупции, поддержка участников АТО и семей погибших, модернизация системы здравоохранения, реформирование сферы ЖКХ, открытость и прозрачность городского совета для граждан, контроль за обеспечением качественных коммунальных услуг жителям города, инфраструктура и транспорт, обеспечение экономического развития, привлечение инвестиций, развитие местного самоуправления, социально-гуманитарная сфера, культура и спорт. Уважаемые коллеги, я призываю всех депутатов, которые разделяют демократические ценности, присоединиться и поставить подпись под данный меморандум. Фракция Блока Петра Порошенко фракционно приняла решение и подписала данный меморандум. И мы призываем всех депутатов, еще раз подчеркиваю, которые разделяют с нами демократические ценности, подписаться под данным документом. Спасибо. Спасибо, Камил Юрьевич. Если можно, меморандум передайте мне, и я первый поставлю на нем свою подпись. Пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Камил Юрьевич, включите. Я бы попросил тут помощь аппарата, да, потому что у нас распечатана есть страница меморандума, чтобы мы им передали депутатам, да, фракциям, если можно, кого-то с аппарата попросить. Хорошо. Есть кто-то с аппаратом? Можно подойти к Камил Юрьевичу? Камил Юрьевич. Уважаемые коллеги, давайте тогда примем консолидированное решение, либо будем продолжать обсуждение вопросов повестки дня, либо для подписания меморандума. В принципе, он согласован и на совете ныне действующей коалиции, согласован между депутатским корпусом, либо можем его пустить в зале. Какие есть по этому поводу предложения? Хмельников, Санжара, пожалуйста. Добрый день, Борис Альбердович, добрый день, уважаемые коллеги. Мы готовы, фракция «Самопомощь», поддержать меморандум, предложенный блоком Петра Порошенко «Солидарность». Поэтому считаем, что подписи это будет довольно-таки техническое внесение наших подписей, но принципиально и политически не влияет. Поэтому на ваше усмотрение, если необходимо сделать перерыв для того, чтобы мы подписали, мы готовы выполнить эту функцию. Спасибо. Укроп, Санжар Александр Александрович. Добрый день всем, Борис Альбердович. Я понимаю, что уже кто-то видел меморандум, но к нему могут присоединиться все депутаты. Поэтому, поскольку это абсолютно рабочий, процедурный вопрос, без объявления перерыва каждый депутат может ознакомиться с меморандумом и принять решение о подписании, либо о неподписании. Это будет правильно. Спасибо. Громадская сила. Загид Геннадьевич Краснов. Уважаемые коллеги, то, что сейчас депутат Примаков озвучил, я думаю, его поддержит то, что озвучено абсолютно любой депутат, который сидит в этом зале. Безусловно, громадская сила и отдельности каждый депутат тоже это будет поддерживать. Потому что здесь не говорится о том, что создается какая-то коалиция. Здесь говорится о том, что депутаты объединились во имя определенных ценностей, которые каждый депутат отдельности поддерживает. Спасибо. Спасибо. Начарьян Наталья. Добрый день, уважаемые коллеги. Я считаю, что то, что только что зачитал Камиль, действительно очень близко и дорого абсолютно каждому депутату. В конце концов, это было отражено в программе каждого депутата, который шел на выборы. Поэтому это бесспорные вещи. И я считаю, что не нужно делать перерыв, нужно работать по повестке дня. И в конце сессии аппарат зайдет в каждую фракцию. И фракция каждая определится. Спасибо. Так, господин Суханов, пожалуйста, оппозиционный блок. Хотел бы сказать по поводу того, что у меня микрофон уже третью сессию включен. И его мне не дают слова. Но обратите, пожалуйста, внимание на это. И небольшое заявление по поводу объединения на теме БПП. Укроп ушел с жесткой риторикой по поводу БПП. По поводу фракции, по поводу киевских событий и так далее. Воры. На базе чего вы сейчас пытаетесь объединиться? То есть на базе дерибанок бюджета? Или какие ценности вас могли объединить именно сейчас в этом зале? У меня вопрос к Наталье Начарьян. Вы, как руководитель фракции, определитесь со своими депутатами. У вас по поводу меморандума согласованная позиция или не согласованная? А то вы говорите, что вроде как да, а господин Суханов сейчас говорит, что вроде бы как не да. Поэтому вы внутри себя разберитесь, пожалуйста. Спасибо. Наталья, реплика. Я хочу сказать реплику. Я прокомментировала тот меморандум, который я зачитал в Камине. И там абсолютно бесспорные вещи, которые касаются абсолютно любого депутата. И спорить по поводу этих бесспорных вещей я не вижу смысла. Я понял. И любой здравомыслящий человек понимает, что эти вопросы очень остро стоят сегодня перед городом. Поэтому разделять депутатов, кто разделяет или кто не разделяет, абсолютно очевидные вещи. Но как минимум пахнет популизмом. Хорошо. Итак, уважаемые коллеги, разделились мнения. Кто-то предложил в зал, кто-то предложил аппарат передать, кто-то предложил подписывать через перерыв. Поэтому я принимаю решение, я объявляю 15-минутный перерыв и жду у себя в кабинете руководителей фракций, входящих в коалицию. Спасибо. Начарьян Наталья, пожалуйста. Уважаемые коллеги. Мы требуем внести пункт о снижении тарифов на ЖКХ. Следующее. Мы хотим внести пункт о поддержке социально незащищенных слоев населения города Днепропетровска. И последнее. Это мы все-таки настаиваем на полную прозрачность бюджетных процессов для населения. Я настаиваю на последнем пункте, потому что меморандум, который размещен на полстранице, занял у депутатов практически час обсуждения. А бюджет вы вносите за 15 минут до сессии. И все дружно нажимают на кнопки. Давайте все-таки уважать людей, которые вас выбрали в этот сессионный зал и внимательно изучать документы. Вы все-таки коллеги, парламентарии. И вы должны внимательно относиться к тому, что вы голосуете. Сейчас, я так понимаю, когда мы сформируем повестку дня, мы опять перейдем к очередной корректировке бюджетного процесса. Поэтому оппозиционный блок, рассмотрев внимательно эту угоду, настаивает на внесении в эту угоду тех дополнений, которые я озвучила ранее. Подписали? Заканчиваем. Ну, я думаю, что пока идет техническое подписание, я хотел бы поздравить уважаемых коллег, выразить большую благодарность за важную политическую инициативу президентской силы по созданию нового большинства и объявить о том, что в городском совете создано новое большинство в количестве 42 депутатов. Спасибо.